Родители детей, находящихся в адаптивной школе-интернате номер 5, бьют тревогу. Люди рассказывали, что учебное заведение планируют закрыть на длительный капитальный ремонт. По их словам, школьников на время переведут в малопригодные для особенных ребятишек образовательные учреждения. Для детей резкие перемены могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем. С обеспокоенными родителями встретился мой коллега Яков Сатонкин. Адаптивная школа-интернат оборудована для учеников с различными заболеваниями. С ними работают специальные педагоги, которые могут найти подход к особенным детям. Смена обстановки практически каждым ребенком переносится крайне плохо. Именно поэтому родители не на шутку взволнованы предстоящим временным закрытием школы. Почему-то нужно полтора года. И на эти полтора года наших детей хотят перевезти в другую школу. Суть в том, что я говорила, да, наши дети все с разными диагнозами. Они крайне плохо адаптируются к новой среде. То есть вот мы год уже сюда ходим, в эту школу. Вот, ну, только-только мы начали привыкать. Подали в министерство образования списки для проживания, где ребенок проживает, там будет вообще образовательно учиться. Как они будут вообще образовательно учиться, если у них с психическими расстройствами? Никак не будут они обучаться. Это очень тяжело. Если они даже гуляют на площадке, даже мой ребенок с обычными детьми ее возраста, они начинают издеваться и смеяться над ней. Она, соответственно, уходит и ко мне приходит с трехлетками гулять. По словам людей, на время ремонта они даже готовы к переходу на дистанционное обучение. Лишь бы избежать кардинальных перемен на такое продолжительное время. Как утверждают родители, дело осложняется тем, что здание, в которое переедет адаптивная школа-интернат, тоже требует серьезной реставрации. Перевезти нас хотят в школу, которая в более плачевном состоянии находится. То есть, насколько я знаю, там окна старые, деревянные, буквально там на рамных замазках, на скотче все это. То есть, здесь условия гораздо лучше. Мы не понимаем, почему нужен такой срок огромный для того, чтобы отремонтировать. Причем ремонт, тут система отопления, причем вот только одного корпуса учебного. За лето, я считаю, это нужно сделать. Необходимость капитального ремонта, объяснил директор школы-интерната. По словам Евгения Пузанова, в нынешнем здании учебного заведения есть большие проблемы с отоплением. Устаревшие трубы не могут полностью прогреть помещение. Определенные предписания вынес распотребнадзор. Их необходимо устранить во время капремонта. Именно поэтому школу придется закрыть минимум на год, считает руководитель образовательного учреждения. Сроки никто не дает, требуется год. Попросили год, да. Почему полтора откуда взялся? С 1 сентября до 1 сентября год. Год на ремонт каких частей учреждения? Полностью всего школьного корпуса. То есть капитальный ремонт? Капитальный ремонт, замена отопления. Родители сами писали после зимних каникул, что в школе очень холодно. Эту проблему мы не смогли устранить самостоятельно. По Роспотребнадзору предписание. Это увеличение, не увеличение, а восстановление туалетов на каждом этаже, чтобы был туалет мальчиков, девочек. У нас через этаж туалет. Замена пола в рекреациях, потому что там старый пол, щели большие. Надо устранять это. И ремонт классов, лестничных, марши. Уже сейчас родители учеников адаптивной школы-интерната полагают, что для выполнения всего списка работ обозначенного срока не хватит. Ведь для начала необходимо подготовить проектно-сметную документацию, получить финансирование, найти строителей и только потом приступать к ремонту. Каждый из этапов вполне может затянуться на неопределенное время. Дети рискуют остаться в тяжелых для них условиях на более продолжительный срок.